Всем привет, продолжаем обзор обновлений по игре АРАСТ. Я уже выпускаю обзоры почти через день, через два дня, но потому что так часто выходят обновления, и это я считаю хорошо, я уже говорил об этом. Кстати, к концу недели, да, я тоже потом сделаю обзор, там уже разработчики выложат какую-то свою информацию о проделанной работе. Это типа, что такое летает? Деревья летающие, матерь боже! Ну ладно, начнем с того, что вот наше дерево, давайте посмотрим, как выглядит красивая ветка сакуры. Вы видите, да, то есть не одноцветное дерево, видите, а вот разноцветное. Очень красиво выглядит, смотри, как настоящее, реально. Можно даже пассать под него, и все. Так, ну-ка, вот так, смотрите, ну вот, как будто кадр из реальной жизни, да, то есть можно спокойно уже кино снимать. Вот, что-то вылезло такое. Ну-ка, подождите. Не показалось. Вот так смотрим, да, и как будто начинается дальше фильм такой. Та-та-та-та-та-та. Ну ладно, это было только вступление. Что я сейчас сделал? Я хотел вам показать дерево, да, в первую очередь. Очень красивое дерево, мне нравится. Дальше я хочу вам показать кабана. Да, добавили кабана, я уже говорил до этого, что сделали модель его. Теперь он доступен нам в экспериментальном режиме. Все, я ищу кабана. Так, пока я ищу, смотрите, что я нашел. Видали? Какая красота. Вы посмотрите на это. Это типа кактусы такие. Офигеть, смотрите. У меня раньше был дома такой же, маленький, только, знаете, в горшочке такой рост. Прям такой же, такая лепешка, но на ней эти шипы. Не, раньше я не видел этой темы, кстати, в игре. Кактусы, реально, смотрите, это кактусы. Ладно, не смешно. Так, все, вот мы нашли еще интересный объект под названием кактус. Кактус, кактус, кактус. Я буду дальше искать свиноматку. Еще, обратите внимание, да, где у него висит факел. Смотрите. То есть он привязал факел к писке, бежит и так дергает. Ну что это за бред? Кстати, разработчики уже анимацию факела меняли миллионы раз. Миллион раз. Так мы ее держим в руке, так мы привязываем к писке. Ну, может, так даже будет удобнее. Вот, кстати, отдельные виды кактусов. Видите, просто стоит. Он стоит именно, заметьте, это у нас песок, насколько я помню. Да, это песок, это у нас не снег. Логично, кактус растет на песке. Прикольно. Так, какого-то бомжа убил, но ничего страшного. Ох, что у нас здесь? Ничего интересного нету. Это потом я вам покажу, другая история. Матери божья. Ах, наконец-то я нашел этот кусок говна. Вы не представляете, как это сложно найти кабана. Как сложно. Где ж ты? Вот она, тварь тупая. Подлагивает, да, есть такое дело. Смотрите, нифига здесь модель. Видите, у меня прям волосы настоящие. Вы видите, да? У него волосы отдельно идут. То есть, не одна текстурка, а прям вот так отдельно видно. Офигеть. Вот и камбанчик. Ну, само собой, пока он нам ничего не делает. Но у него уже есть все анимации там, атаки и так далее. Кстати, звука нету тоже у него. Нереально, прикольно. Видите, мы можем смотреть сквозь кабана, зубы его видеть. Мы нашли его, наконец-то. Так, ну вот, давайте еще раз посмотрим. Вот такой вот прикольный кабанчик. Реально очень похож на настоящего. Прям очень похож, вы посмотрите. Настоящий кабан. Кстати, он еще чем-то похож на волка. На волка, да? Вот, например, если далека смотреть. То есть, например, отсюда я уже не понимаю. И вы тоже не понимаете, кто это стоит, правильно? То есть, это может даже волк стоять. Пока ты в упор не подойдешь. А в старом расте, там вообще, насколько я помню, такие белые кабаны были огромные. Здесь они меньше. В любом случае, мы должны его наказать за то, что я его долго искал. Нифига! Матери Божьей, вы это видели? Господи, я убил его! Это самое страшное, что я видел в жизни. Убил свинью, вылетел волк. Вы прикиньте, это... Господи, как это страшно. Не могу. А, это такой бред. Волк, какого хрена здесь волк делает? Ты дура тупая. Я свиноматку убивал. Ладно, в любом случае, давайте мы добудем его. Что-то я добыл. Пока, видите, резкие движения, их потом уберут. Это просто сейчас так сделали. Посмотрим. Ну, давайте сразу уже разберем интерфейс. Я думаю, вы уже заметили. Я открывал уже миллионы раз. Я просто хотел это оставить уже на потом. Опять переделали интерфейс. Вы видите. Во-первых, нам переделали стартовый закуп. Да? Теперь у нас есть, получается, куртка и штаны. При этом забрали всякие пистолеты, всякие эти... Ружья забрали. То есть нам нечего даже убивать, грубо говоря. Красиво выглядит. Посмотрите только, да? Офигенно. Очень красивая одежда. Вообще несравнима со старым растом. Вы посмотрите вот так вот на свете, да? Полигонов вообще не видно. Как будто реальная одежда. Уася! Так, смотрим дальше, короче. Добавили тупой замок. Я вам потом покажу для чего. Вот мы убили сейчас свинью. Выпал волк. Убили волка. Получили волчье мясо. Само собой, потом они сделают нормально. Да, чтобы убило это... Убиваешь свинью, кабана, выпадает кабан. Вот, выпало, получается, мясо волка, потом кости и шкура. Добавили шкуру, я не видел. Теперь переделали меню. Его не просто переделали, а наконец-то добавили, во-первых, иконки. Красота! Во-первых. И во-вторых, наконец-то добавили, что необходимо. Какое сырье необходимо. Видите, написано, чтобы сделать фундамент. Но это пока что необходимо. Одна бумага. Чтобы сделать замок, да, 40 металлических фрагментов. Я давно это ждал, пока сделают. Видим камень, фаер, 100 вуд. Это слишком много. Видите, красивые иконки такие, да. Вуд, стронгбокс. 100 вуд. Ну, так само собой, это чисто нереально. Их потом переделают. Потом печка. Видите, нужны нам камни, дерево и лово. Грейтфул. Потом лампа. Раньше такой не было. Кстати, заметьте. Не было лампы. Не было. Я зуб даю. Металлфрагменты. Блин, уже темнеет. Ну, а на будем ночью. Какая разница? Потом, а слиппинга, бэг, 50 тканей. Ну, у нас клотча вообще нету. Идем дальше. Пеппер, бумага. Напомню, что в старой версии Раста, да, там бумага вообще не нужна была. То есть, ее можно было находить, но она нигде не использовалась. Лов, грейтфул. А вот можно сделать и вот грейтфул. Смотрите, у нас есть анималфат, но нету клотч. А почему клотча-то нету, странно. А где брать тогда клотч? Ну, ладно. Дальше. Одежда. Видите, полный сет одежды. 20 клотча. Ну, мы нигде не возьмем 20 клотча. Но потом они, скорее всего, сделают, чтобы можно было брать в тестовой версии. Чтобы можно было тестировать полностью всю одежду. Красивая одежда. Мне очень нравится. И заметьте, да, вот слева, видите, у него одет костюм, и при этом писька тоже затерта. Хотя нелогично, правильно? Если на нем костюм, то письку не должно быть видно. Зачем они сделали такой штрих? Я думаю, потом исправят. Смотрим дальше. Хаммер. Это молоток, нужен нам для строительства. Потом... Хэтчат! Это у нас топор. Метафрагменты. Потом аксы. Это кирка у нас. Стоны. Вот. Я не видел, кстати. Офигенно, да. Добавили каменный молоток. Ну, топор каменный, типа. Хотя он ближе, наверное, к молотку, к топору. Ну, короче говоря, где-то между этим. Его даже можно, в принципе, сейчас скрафтить, если просто добыть, да, камни. То есть его можно будет скрафтить. Дальше идет у нас факел. Мне больше всего нравится. Реально красиво сделали, что видно визуально. Вот мне это очень нравится. И можно даже еще больше иконки сделать. Прям реально еще больше сделать. Места у них вообще полно. Дальше. Хилка. Бандаж. Потом идет Лерш Меткит. Зеленый ящик говном. Потом Смалмел. Это Меткит. Ну, видите, здесь иконку не сделали. Но это логично, что он, наверное, будет красный, по идее, как и раньше. Иконки, видите, да. Здесь хилка. Здесь инструменты. Одежда. Цветок. Ну, мне кажется, это больше имеется в виду инди-гредиенты. А, вот, наверное, укрытие, да. Или даже строение. А, нет. Вот оно, строение дома. Это, типа, не знаю, укрытие какие-то. Почему зонтик нарисован? А, или это даже, можно сказать, что это выживание. Да, скорее всего, это называется выживание. Потом инструменты, хилка и еда. Еды у нас нету. А зачем топор? А, нет, топор это нет. Надо же делать оружие. Поэтому иконку я бы заменил на какое-нибудь оружие, типа меч. Потому что логики нет. Здесь инструменты топоры. И здесь иконка топор. Фак, 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 мазафака, бич. Ну, смотрим. Здесь у нас есть лук. Боф. Есть у нас, видите, ножик из костей. У нас есть кости. Боны, фрагмент. Боны, фрагмент. Но у нас только одна кость. А их надо 60. Типа мне нужно найти 60 этих кабанов. Да, это, конечно, бред. Они потом изменят это. Потом какие-то гвозди. What the fuck? Почему нарисованы гвозди, а здесь стрелы? И черепок. А, типа охоты, убийства. Не знаю. Это у нас капкан. Видите, еще стрелочки можно перелистывать. Молодцы, конечно. Очень удобное меню. Я считаю, что идеальное меню. Только я бы заменил все-таки несколько иконок. Да, здесь топор вообще никакого смысла. Здесь никогда не будет оружия топора, я думаю. Здесь гвозди вместо стрел. Потом, что мы сделаем? Давайте посмотрим, что у нас теперь последнее. Это дверь. Ну, во-первых, видите, мы опять, да, третьего лица мы бежим. В прошлом выпуске напомню, что... Ой, извиняюсь, это у меня. Это у меня было в ВКонтакте, забыл закрыть. В прошлом выпуске... Так, давайте я поставлю факел. Мы ползали постоянно. Видите, уже опять бегаем. Давай, зажигай. Не будем ждать утра. Давайте тогда ночью походим. Здесь, в принципе, посветлее уже сделали. И прямо здесь. Сейчас мы построим быстренько домик. Вот так вот. Я вообще ничего не вижу. А можно, знаете, как сделать? Можно поболее тогда заказать нам костерчик. Это у нас выживание. Камин фаер. Но минус в том, что он делается очень долго. Ну, пока мы будем строить, он уже сделается. Так, теперь мы ставим, что? Мы сейчас ставим дуру. Давайте поставим дуру. Где дура? Ой, ой, извиняюсь. Вот, сначала мы должны поставить проход. И ставим, давайте теперь дуру. Где тоже переделали. И как раз у нас пока изготавливается костер. Мы пока построим немножко. Оп, оп, оп. Я понимаю, что вам плохо видно. Я тоже ничего не вижу. Сейчас костер мы задем, это поставим. И все, проблем не будет. Красивая текстура. Красивая дверь. Видите? Очень красивая. То есть, я в упор смотрю. И вообще, прям офигенно. Как будто настоящая дверь. У меня в доме такая же дверь. В подвале. Так, давай. Камп фаер. Почему-то, заметьте, он, видите, вроде готов к камп фаер. Но почему-то не добавляется. Или долго добавляется. Зачем так сделали, не знаю. Все, сейчас мы поставим костерчик. Некоторые иконки опять меняют. Почему-то здесь красная, но хотя он все равно ставится. Ага. Так, кидаем сюда, давайте. Опять у меня, извиняюсь. Ой, я, наверное, обжегся. Смотрите, теперь тоже изменили иконку. Видите, когда мы смотрим на костер, такая шляпа появляется, оранжевая. Хм, не знаю. Все, теперь дверь открывается, как и раньше, нажатием на букву Е. Да, то есть нам не нужно выбирать в меню и так далее. Опа. Да господи, Иисусе, хватит уже обжигаться. Надо его подальше поставить. Ну, есть такой баг, что мы можем прям сдалека открывать. Это, конечно, не очень логично. Вот, я могу прямо отсюда дверь открыть. Хотя в реале, конечно, слишком далеко. Но это потом исправят. Так, ну-ка, давайте посмотрим вот так. Так, аккуратно, аккуратно. Да хватит уже обжигать меня, дура. Закроем дверь, толкнет. Толкнуло, нормально. Ну и все, и последнее осталось, что это у нас замок. Лок. Лок, 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 лок. Я пока не знаю, какой от него смысл. Просто нажимаем на замок и типа устанавливаем. Внизу слева пишется, типа, устанавлен замок, заблокировано. Хотя, дверь также открывается. Возможно, это что имеется в виду? Если вы поставите просто дверь, да, ее смогут открывать любые игроки. Но, чтобы они не могли ее открывать, вам нужно самому изготовить замок железный. А вы помните, он изготавливается из металл фрагментов, да? Изготовить замок и поставить. Пока, видите, меню никакого нету. То есть, я пароль не могу пока поставить. А просто открывать дверь. Хотя, логика реально интересная. То есть, мы должны сами изготавливать замок, да, и лепить его на дверь. Ну, все. В принципе, я вам все показал. Самое интересное. Ждите следующий выпуск, потому что он, наверное, будет ближе к концу недели. И к этому времени разработчики опять на английском языке выложат информацию, что они сделали за неделю, что хотят сделать. Я это все переведу и вам расскажу. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Комментируйте видео. Обязательно всем пока.